Если хочешь быть здоров, прививайся. Врачи уверены, лишь иммунопрофилактика дает человеку надежную защиту от инфекции. Безопасна ли прививка для взрослых, кому можно прививаться, а кому нельзя, найти и другие вопросы расскажут в поликлинике номер 3. Эпидемиологическая ситуация в стране и нашей области непростая. Несмотря на все ограничения, люди продолжают заражаться. Единственный способ остановить дальнейшее распространение этой коварной болезни – массовая вакцинация. Известно, что коронавирус особенно опасен для людей, уже имеющих какие-либо хронические заболевания. У них может начаться аутоиммунная реакция и высок риск развития осложнений. В настоящий момент у нас получило 21 тысячу, получило первый компонент, и 17 тысяч получил второй компонент. Я каждый день проверяю списки тех людей, которые приходят к КВИ положительные. Среди КВИ положительных у нас 80-90 человек к КВИ положительных приходит сейчас ежедневно. 1-2% только тех, кто вакцинировался. То есть, если у нас среди всего населения мы возьмем, то вакцинация у нас 20-25% всего населения. Из них заболевших, среди именно заболевших вакцинированных у нас всего 1-2%. То есть, вот эта разница между 20-25% и 1-1% говорит как раз об эффективности вакцинации. Вопреки расхожему мнению, заболеть от укола вакцины нельзя. В ней нет вирусных частиц, способных к размножению. Люди, утверждающие, что заболели в результате прививки, могли заразиться в процессе вакцинации, в транспорте по дороге, в очереди на укол и так далее. Но не в результате введения вакцины, говорят врачи. По переносимости могу сказать, что в настоящий момент вот среди 21 тысячи, которые у нас получили первый комбинат, каких-то серьезных летальных случаев от вакцинации у нас не было. Ни одного. То есть, серьезных каких-то анафилоксий, чтобы кто-то через 30 минут здесь падал, такого тоже не было. То есть, единственное, что у нас было, это ожидаемая реакция. Довольно часто ожидаемая реакция. Но, наверное, у одного на десятерых пациентов, которые получили спутник, ожидаемая реакция в виде температуры, ломота в теле, резкая слабость, головная боль. В течение обычно длится не более трех дней, неплохо снимается по ростомолам и бупрофенам. Людмила Иванченко 63 года. Сегодня она получит вторую дозу вакцины от коронавируса. Первую перенесла нормально. Никаких осложнений, по словам женщины, не было. Я желаю, чтобы все вакцинировались. Это лучше будет для здоровья и в дальнейшем. Может заразиться, каждый может заразиться. Но вакцину надо делать. Как вот в детстве. Мы же делали, делали. Родители ездили в поликлинику, делали. И ничего, все было нормально. Надо делать, конечно, обязательно. Не нужно забывать, что даже здоровые люди, переболевшие COVID-19, могут переносить и распространять вирус. Поэтому меры предосторожности, прежде всего ношения маски и дистанцирования, нужно соблюдать не только до и во время, но и после прививки. Светлана Фарин нашел Карлтонбеков, Николай Шевелев, 5 канал.